Только в Альфа-банке. Любой новый электромобиль в кредит за тысячу рублей в месяц. Оформите сейчас и получите сниженную ставку на целый год. Не просто выгодно, альфа выгодно. Друзья, здравствуйте. Представьте себе кроссовер крестного отца, бесславных ублюдков, сериала «Молодой папа» и пары фильмов о Джеймсе Бонде. Что получится? Получится история одной из самых загадочных финансовых организаций мира. Института религиозных дел, который обычно называют просто «банком Ватикана». Давайте начинать. Весна 1945 года. Рим, самый конец апреля. Заканчивается Вторая мировая война. В городе беспокойно. Немецкие войска в Италии только что сдались. На улицах военные патрули союзников. То и дело проносятся машины с американскими и английскими офицерами. Итальянки посмелей зазывают чернокожих сержантов в кабаки. Предприимчивые итальянские мужья пытаются освободителям что-нибудь продать или что-нибудь у них купить. И вот среди всей этой суеты в город входит колонна. Немецкие грузовики с красными крестами на бортах. За рулем солдаты в британской форме. Им руководит человек в рясе католического священника. Колонна пересекает мост через реку Тибр. Останавливаются у миниатюрной барочной церкви Сан-Джиролома. При церкви хорватская семинария. Грузовики один с другим заезжают во внутренний двор. Красные кресты на бортах фальшивые. Британская форма ворованная. Человек в рясе с большим золотым крестом торопит водителей. Ряса настоящая. Это действительно католический священник. Ближайший друг и соратник диктатора Анты Павелича. Лидера так называемых усташей. Так назывался марионеточный режим хорватских националистов. Павелич всю войну истреблял сербов и евреев. Усташи откалывали такое, что даже эсэсовцам становилось плохо. Бывалые нацисты менялись в лице и просили Павелича попуститься. Но он не слушал. Этот человек был вообще большим затейником. Его главное изобретение – нож под названием сербосек. Он же серборезка. Но кроме этого Павелич был еще человеком набожным. В правительстве у него было много священников. Священник по штату полагался каждому батальону. Католический, разумеется. Так что в Ватикане хорватского диктатора считали добрым католиком. И когда режим усташей пал, предложили его приютить. Разумеется, не бесплатно. В грузовиках с красными крестами было золото. Весь золотой запас Хорватии. Активы хорватских банков. И капитал попавших под серборезки. Павелича поселили в Ватикане. По поддельному паспорту его потом переправили в Аргентину. А след золота усташей потерялся с концами. Вероятно, его положили в хранилище Банка Ватикана. Может быть, оно и лежит там до сих пор. Выяснить это совершенно невозможно. Банк Ватикана не публикует отчетность. И не пускает историков в свои архивы. В Ватикане свято блюдут две тайны. Тайну исповеди почти всегда. И банковскую тайну. Без исключений. Для большинства Ватикан это такой милый анахронизм. Реликт прошлого. Туристический аттракцион. Музеи, церкви, фрески, статуи. Твиттер Папы Римского в конце концов. Сериал «Молодой папа», «Кардинал» там это такие неуклюжие старики в смешных шляпах. Чудаки, которые много говорят про Бога и духовность. И Бог, и духовность это, разумеется, очень важно. В Ватикане никто и не подумает с этим спорить. Но есть еще одна вещь, к которой «Кардиналы» относятся очень серьезно. Это деньги. Желательно большие. Существует такой апокриф. Сталину сообщили, что Папа Римский его не одобряет. Сталин в ответ усмехнулся и спросил. Папа Римский, а сколько у него дивизий? Дивизий действительно не одной, только потешная швейцарская гвардия. Но есть кое-что другое. Во-первых, богатейший управленческий опыт. Причем речь идет о менеджменте самой старой глобальной корпорации планеты. Во-вторых, у Папы есть около миллиарда верующих по разным оценкам. И в-третьих, собственный банк. Английский писатель Честертон любил подчеркивать, что католичество – истинная религия. И приводил такой аргумент. Вспомните, сколько дичи за свою историю натворила католическая церковь. Любая другая структура с такой репутацией давно бы развалилась. А католическая церковь стоит прочно, как будто так и надо. Действительно, в истории Святого Престола было всякое. Ну, достаточно вспомнить удивительных людей, которые занимали его в разное время. То есть, по каноническим правилам считались живыми наместниками бога на земле. Всех вспоминать не будем, это долго. Вспомним самых интересных. Ну, например, Александра Шестого. Он же Родриго из легендарного семейства Боджи. Стал папой в 1492 году. Ну, как стал? Просто купил кардиналов на выборах. Этот человек известен, в частности, тем, что сделал кардиналов одного из своих сыновей. Откуда, вы спросите, у римского папы сын? При строжайшем-то обете безбрачия. Ну, как откуда? От одной из любовниц. Из постоянных двух любовниц, с которой папа жил вполне открыто. Остался даже портрет этой любовницы. Прекрасной кисти, надо сказать, Рафаэля. Называется «Дама с единорогом». Сейчас висит в галерее Боргеза. Своих политических конкурентов Александр Шестой очень любил травить. В смысле, ядами на перах, а не в интернете. Причем делал это изобретательно. За что получил от благодарных современников дружеское прозвище «Аптекарь Сатаны». На перы все равно ходили, ведь там было интересно. Это были лучшие оргии в Риме. На одном таком мероприятии, например, был устроен пресловутый турнир-шлюх. Подробности история, к сожалению, не сохранил. Но мы с вами можем догадываться, в чем эти женщины соревновались друг с другом. Ну или, например, папа Иоанн XXIII, он же Бальтазар Косса, стал папой в 1410 году. Косса был самый настоящий пират. Сын удачливого пиратского адмирала. Уже в юности Бальтазар брал корабли на абордаж. Жег прибрежные города. Дальше, ну, как положено, отбирал, понял, что пора семье легализовываться. И отправил Бальтазара изучать богословие в Болонский университет. В Болонье Косса сколотил банду из студентов. Убил двух инквизиторов из-за ведьмы, с которой спал. Потом скрылся в море и начал пиратствовать. Затем попал в плен к тогдашнему папе Римскому и стал у него плачом. В конце концов, сделал неплохую церковную карьеру и сам стал папой. Одним из трех, тогда был церковный раскол, и каждый наставил, что он настоящий. Коссу, в конце концов, не изложили на церковном соборе и признали антипапой. В обвинении было 74 пункта, включая садомию, атеизм, торговлю поддельными реликвиями, а также поджог и разграбление монастырей и множественные эпизоды изнасилования монашек. Характерно, что Косса после этого остался епископом и прожил спокойную жизнь. Умер в родной Болонии, где когда-то и учился. Там можно, собственно, посмотреть его надгробие, которое оформил великий скульптор Донателло. Ну или папа Сыгст IV. У Сыгста IV был сын от сестры. Кроме того, Сыгст ввел церковный налог на проституцию и отдельный налог на любовниц священников. Ну и мы его помним. Как? Почему мы его помним? Он заказал легендарную Сыгстинскую капеллу. Правда, Микеланджело расписывал ее уже позже. При Сыгсте там работал Боттичелли. Были и более мелкие курьезы. Папа Иоанн XII взошел на престол в 955 году. Про него известно, что он проиграл церковную казну в Косте. А также превратил свою резиденцию в бордель. Кроме того, ходили слухи, что кроме Христа он молился еще Юпитеру и Венере. Ну так чисто на всякий случай. Иоанна XII в приступе ярости убил ревнивый муж. Юлий II в доспехах проводил больше времени, чем в рясе. Он лично водил войска в бой для того, чтобы расширить папские владения. Но умер не в бою. Умер от сифилиса. Иоанн VIII вообще на второй год правления оказался женщиной. Которая, выдав себя за мужчину, сделала церковную карьеру. С тех пор каждого нового папу в ходе коронации сажают на специальный стул с дыркой. И комиссия кардиналов проверяет, все ли у него на месте, чтобы не появилась новая папесса Иоанна. Ну понятно, что все вышеописанное требовало больших денег. Поэтому римские папы где-то с начала XV века активно торговали индульгенциями. Ну то есть, что такое индульгенция? Это ваучер на отпущение грехов. Причем практика совершенствовалась. Папа Лев X вообще ввел фьючерсы. То есть, можно было купить прощение греха, который ты еще не совершил. А вскоре была предложена новая услуга. За деньги можно было переместить душу умершего, родственника твоего из чистилища, прям в рай. Эти байки звучат местами дико, местами смешно. Но это официальная история церкви. В списке римских понтификов сейчас 266 человек. Не считая тех, кто признан самозванцем или антипапой. В принципе, выводов здесь можно сделать два. Во-первых, на всякий случай надо поддерживать художников, чтобы запомнили тебя как покровителя Тициана или там Микеланджело. А не только как организатор турнира шлюх. Во-вторых, у католической церкви накоплен огромный управленческий опыт. На самые разные случаи жизни. Но мы вернемся к разговору о деньгах. В середине 19 века у Святого Престола начались большие проблемы с финансами. К тому времени церковь серьезно потрепала. Монархи предпочитали оставлять церковные налоги у себя в стране. Потом случилась французская революция. Наполеон вообще обложил папу данью. И начал конфисковывать церковные имущества. К середине 19 века церковь серьезно задолжала Ротшильдам. Ну и кроме Ротшильдов, конечно, другим крупным кредиторам. А финансовая стратегия «я наместник Бога на земле, я вам ничего не должен» работать перестала. Папская область в этот момент была еще полноценным государством. Которое занимало не только Рим, но и часть Северной Италии. Имело свою армию, свой флот. Но денег все это приносило мало. Регион-то был сельскохозяйственный. Экономика, как наука, считалась в Ватикане изобретением сатаны. Труды Адама Смита по политэкономии были буквально запрещены. Папское правительство не могло использовать сложные финансовые инструменты. Так как в Библии существует прямой запрет на расставщичество. То есть на кредитно-финансовую деятельность. Италия объединяется. В авангарде этого процесса стоят революционеры Гарибальди, итальянские националисты. Их верхушка состояла из масонов. И это не теория заговоров. Все достаточно прозрачно. Ну, такая у людей была идеология. Провозгласили культ разума, науки и так далее. Католическое духовенство эти люди считали мракобесами. И к папе римскому относились соответствующие. Не убили его только потому, что простые итальянцы были очень религиозны. В 1870-м итальянские войска захватывают Рим. Святой престол лишается всех своих земель и превращается в государство без территории. Римские папы долго не хотели признавать эту аннексию. Надеялись на международный арбитраж. Отрицали, понятное дело, легитимность единого итальянского государства. И даже запрещали католикам голосовать на выборах под угрозой отлучения от церкви. Демократия тоже считалась изобретением сатаны. И привело это к парадоксальным результатам. Католики не голосовали. И каждое следующее правительство становилось все левее и левее. И все более антиклирикальным. Уже в 1874 году в школах запретили вешать распятие. Че уж говорить там об уроках закона божьего. Отменили освобождение священников от военной службы. Ну и так далее. Забегая чуть вперед, все это вернет только Муссолини. Почти полвека спустя. А пока церковную собственность национализируют. Удается спасти только некоторые банковские вклады. И то благодаря личным связям с итальянской аристократией. Папа добровольно объявляет себя узником Ватикана. И не выходит за стены своего дворца. Он отказывается от любого компромисса. Так же ведут себя его наследники. Святой престол отказывается признавать объединение Италии на протяжении 60 лет. В это трудно поверить, но это было так. Официально и публично озвучиваемая политика была такова. Демократические политики это чудовище из ада. Демократические министры это прислужники сатаны в человеческом обличье. Но это политика. Экономический курс поменяли почти сразу. Все-таки люди практичные. Церковь лишилась собственности в Италии. Но оставались еще пожертвования от огромного количества верующих. Эти деньги собирали епископы всего мира. И исправно отправляли в Рим. Это поток живых денег. Но не очень полноводный, но зато никогда и не иссякающий. И эти деньги понемногу начинают вкладывать. Сначала очень осторожно. Здесь пригодилась прослойка так называемых черных дворян. Это были старые аристократические семьи, давно связанные с Ватиканом. Часто младшие дети из этих семей становились священниками. Сами папы часто были из той же аристократической среды. Часть черных дворян сохранила верность папе даже после падения папской области. И вот эта часть стала такой финансовой прослойкой посредников. Если церковь что-то там хотела купить, то за нее это делал черный дворянин. Например, есть фирма, но формально ей владеет какой-нибудь граф. К Ватикану никакие документы и финансовые потоки не ведут. Все на доверие. Человек благородный, слово держит. А если не держит, могут начаться проблемы со здоровьем. Ну, например, съесть за обедом что-нибудь жирное и скончать скоропостижно. А наследники зато будут внимательнее относиться к своим обязанностям. Это очень удобно. В 1880 году Ватикан удачно вложился в недвижимость. В Риме строительный бум. Прибыли невероятные. Некоторые черные дворяне разбогатели, просто вложив в свои состояния туда же, куда и папа. И вот несколько черных дворян подсуетились и основали банк, который называется Банк Адерома. И убедили папу вложить туда деньги. Католическая церковь приобрела в Риме огромные площади. Ну и не только. Например, Ватикан купил серьезный пакет акций римской трамвайной системы. Кардинал, который в этот момент отвечал в Ватикане за финансы, заметил следующее. Если бы деньги были божеством, то иудейским. Но, к счастью, деньги не божество. Так что поклоняться им может кто угодно. Церковь активно скупала доли в банках и строительных компаниях. Вкладывалась в инфраструктурные проекты. Считалось, это все не бизнес, а просто необходимые обычному католику вещи. Ну хорошо же, когда простому набожному крестьянину есть куда отнести свои сбережения. В Ватикане считали, что, конечно, хорошо. А заодно и прибыльно. К концу 19 века Святому Престолу принадлежало до 40 небольших банков по всей Италии. Неофициально, разумеется. В 1903 году Ватикану удалось договориться с итальянским правительством. Церковь получала право покупать недвижимость. Покупать прямо, а не через подставных лиц. Папа увеличил территорию Ватикана почти вдвое, просто купив прилегающие кварталы. И землю, и здания. При этом к демократии он относился не лучше предшественников, любил говорить. Они там думают, что мы будем их обнимать и ноги им мыть. А я думаю, дети мои, что их надо бить лучше всего по морде. К этому моменту церковь стала заметным игроком в финансовом секторе. Черные дворяне сидели в советах директоров многих крупных компаний. У президента Банка Дерома были отличные отношения с финансовой элитой. В 1911 году Италия начала свою первую колониальную войну. Отвоевала у турок Ливию. Церковь неплохо вложилась в консорциум, который собирался осваивать ливийскую нефть и полезные ископаемые. Ну, все это, разумеется, под разговором, что католики очень бедные. Поэтому бедным людям нужна нефть. У Ватикана были серьезные доли в итальянской газовой промышленности. Во французской банковской системе, в швейцарских железных дорогах, а также первой итальянской кинокомпании. Причем папа Пий настрого запретил священникам ходить в кино. Считал, что это грешно. Ну, а вот инвестировать вообще не грешно, а даже нормально. Друзья, долгие годы многие из нас ищут то самое место, в котором будет комфортно проводить время с семьей, наслаждаться спокойным ритмом жизни и по-настоящему отдыхать душой. И даже если вы привыкли находиться в центре событий, все это станет возможным в новом проекте «Дубровский» от строительной компании КВС. Малоэтажный квартал бизнес-класса «Дубровский» расположился в самом центре города Пушкин, в 20 километрах от Санкт-Петербурга. Настоящий центр притяжения для тех, кто ценит стиль, качество и комфорт. В проекте представлены квартиры на любой вкус. С французскими балконами, высокими потолками, с приватными террасами и даже, как в кинофильмах, с окнами в ванной комнате. Для максимального комфорта резидентов на территории появится пешеходное пространство. Променад с прекрасным названием «В поисках музы». Детские и спортивные площадки, магазины и пекарни. В пешей доступности от квартала «Дубровский» находятся Екатерининский и Александрский дворцы, парки с водоемами и музей дачи Александра Пушкина. Благодаря удачному расположению насладиться прогулкой вы сможете в любое время. Комфорт и гармония вам будут обеспечены. Подобрать для себя один из лучших вариантов в квартале «Дубровский» вы сможете уже сегодня. А с промокодом МИНАЕВ получите приятный бонус – скидку на покупку квартиры. Все подробности ждут вас по ссылке в описании. Переходите прямо сейчас. Первая мировая война все это великолепие изрядно потрепало. Но не уничтожило. А в начале 20-х к власти в Италии пришли фашисты. Это были не очень хорошие новости. Папа Римский, понятно, на фашистов плевать хотел. По принципу «у нас в 15 веке никаких фашистов не было». А Дуччи начинал как ультралевый социалист. Прославился в том числе брошюрой «Бога нет». Священников он называл «черной заразой, хуже туберкулезы». И собирался отнимать церковную собственность. Но, к счастью для Ватикана, Муссолини был реалистом. Он понимал, что пришел к власти в очень религиозной стране. И что взгляды это одно. А народу надо нравиться. Папа, в свою очередь, понимал, что с Муссолини теперь надо работать. И стороны заключили тактический союз. Муссолини вернул в школы распятие и закон божий. Отменил гражданские браки и вернул венчанию юридическую силу. Устроил банкодерома вливание ликвидности за государственный счет. Которое тогда как раз было необходимо. Ватикан в ответ ушел из политики. Распустил католические организации и профсоюзы. И рекомендовал верующим голосовать за Муссолини. В 1929 году отношения оформили официально. Были заключены лютеранские соглашения. Католическая церковь заключила с фашистской Германией так называемый конкордат. 50-й заявил, что Италию вернули Богу, а Бога Италия. Архиепископ Милана называл Муссолини новым Константином. Не больше, не меньше. Ватикан официально отказался от претензий на Папскую область. Взамен получил компенсацию. На современные деньги это около полутора миллиардов долларов. Церковный налог стал для всех граждан обязательным. Саму церковь, как религиозную организацию, освободили от налогов. Но главное был в другом. Ватикан получил полное признание своих границ и суверенитета. Теперь это была отдельная международно признанная страна. Да, маленькая, но с полным пакетом прав суверенного государства. А это и приятные мелочи. Ну, вроде дипломатической почты, неприкосновенности дипломатической почты, неприкосновенности границ, диппаспортами. Ну и, например, собственная финансовая система. Став отдельной страной, Ватикан автоматически получил право на банкинг. Собственный и никому не подотчетный. Джекпот. Конечно, полтора миллиарда долларов недолго лежали без дела. Их тут же выгодно вложили. Теперь участие в экономике можно было не скрывать. В советах директоров все чаще сидели уже не черные дворяне, а просто люди в рясах. Но Ватикану хотелось использовать и более сложные финансовые инструменты. В том числе с какими-то процентами. Религиозный запрет обошли просто и изящно. Специально для этого был приглашен топовый финансист по имени Бернардино Нагара. У Нагара было два преимущества. Во-первых, он был виртуоз своего дела. Во-вторых, он не имел никакого отношения к религии. Священникам, конечно, было грешно заниматься кредитованием. Но Нагара священником не был. Он был вполне свесткий человек. Бонвиван, друг промышленников и политиков. И договорились так. Нагара вкладывает деньги святого престола так, как посчитает нужным. Главное, чтобы выгодно. И отчитывается только перед папой. А церковные иерархии не задают лишних вопросов и спят спокойно. Нагар первым делом вложился в швейцарские банки. Потом во французские железные дороги. Потом в восстановлении немецкой промышленности. Причем свел близкое знакомство с наследницей стальной династии Круп. В Америке он работал и дружил с Джейпи Морганом, влиятельным банкиром и финансистом. В Италии сошелся с основателем Фиата и Пирелли. У святого престола были доли и интересы везде. От текстильной промышленности до добычи природного газа. И, конечно, отдельной строкой шла инсайдерская торговля. Благодаря прекрасным отношениям с правительством Италии Ватикан всегда знал, кто и когда получит государственные субсидии. И всегда успевал вовремя купить нужные акции. Когда Муссолини собирался напасть на Эфиопию, Ватикан дал ему кредит на закупку оружия и снаряжения. Был даже вариант объявить Эфиопскую войну крестовым походом, чтобы деньги точно отбились. Но Эфиопы были христианами. И папа решил, что получится как-то неловко. Католическая церковь была одной из немногих корпораций планеты, которая пережила Великую депрессию вообще без потерь. И даже с хорошей прибылью. Но это-то ладно. Католической церкви удалось без потерь и с прибылью пережить даже Вторую мировую войну. Италия вступила в войну в 1940-м. Сейчас часто говорят, что это был бессмысленный шаг. По истории финансов Ватикана хорошо видно, что шаг вполне осмысленный. Италия, ну это, дай бог, 5% военных усилий стран России. Но что для генерала стрелочки на карте, то для бизнесменов новые возможности. На каждой завоеванной территории немцы освобождали новые рынки. Огромные и совершенно свободные. Прибыли баснословные. Например, завоевали Югославию, и в стране нет страховых фирм. Вообще ни одной, все закрыты. Бери и делай. И вот Бернардино Нагара не делал, ну конечно, благословение Святого Престола. Только в Альфа-банке. Любой новый электромобиль в кредит за 1000 рублей в месяц. Оформите сейчас и получите сниженную ставку на целый год. Не просто выгодно. Альфа выгодно. Итальянцы, как союзники Германии, получали доступ ко всем новым рынкам. Часто на равных правах с немецким бизнесом. И благодаря хорошим связям и пронырливости итальянских бизнесменов иногда занимали до 50% рынков. Ну, так что за символические военные усилия Италия получила огромную долю европейской экономики. А ватиканский бизнес еще и осваивал дополнительные преференции. С Гитлером еще в 1933 году заключили такой же конкордат, как с Муссолини. Нацисты даже собирали с католиков церковный налог и отправляли в Рим. Надо ли говорить, что в оборонной промышленности у Ватикана тоже были доли. Вложились во все. От пороховых заводов до фабрик, на которых собирали истребители. Но был еще один важный момент. В 1942-м в разгар войны Святой Престол основал свой собственный банк. Знаменитый банк Ватикана. Строго говоря, официально он так никогда не назывался. На бумагах это Институт религиозных дел. Созданный для того, чтобы собирать деньги на добрые дела. В уставе, конечно, было написано, что хранить там деньги могут только духовные лица. Религиозная ордена, всякие приюты для больных собачек и кошечек. На практике этот запрет никогда не соблюдался. У банка Ватикана был один начальник, Нагара, и один акционер, Папа Римский. Нагара отчитывался перед Папой. Папа только перед Господом Богом. И это было золотое дно. Что такое банк Ватикана? Это абсолютно непрозрачная и независимая юрисдикция, которая никогда в жизни не пустит к себе никаких аудиторов. Которая не предоставляет отчетности, не дает комментариев. Которая чуть что делает возмущенное лицо и начинает говорить о Боге. И все это ни на каких там Багамских островах, ни в Швейцарии, ни в Люксембурге. А прямо здесь, в центре вечного города Рима. Достаточно взять чемодан наличных и перейти через улицу. И все, ты в другой стране, где тебя не достанет никакая налоговая. И где никто не спросит о происхождении твоих денег. Это просто невежливо. А католические священники очень вежливые люди. Момент был выбран идеальный. Шел 42-й год. Почти каждая страна на всей планете была в санкционном списке. Либо в одном, либо в другом. Ватикан считался нейтральным. И в санкционных списках не фигурировал. В результате и Италия, и Германия санкции обходили. Через игольное ушко Ватикана. В одну сторону шел поток золота из разграбленных национальных золотых запасов побежденных стран. Или санкционные рейхсмарки. А в другую живая конвертируемая валюта. На которую можно было купить сталь в Швеции. Или, например, какие-то другие необходимые для войны вещи. Банк Ватикана мог взять кредит у англичан и перезанять его итальянцам. Или наоборот. Ватикан суверенная страна. Хочет покупает, хочет продает. Кто запретит и главное, кто докажет. Конечно, за этим следили. У союзников работала лютая экономическая разведка. Но, во-первых, доказать она ничего не могла. Без отчетности, которая лежала в ватиканских архивах, доказать ничего невозможно. И неизвестно, сохранилась ли эта отчетность вообще. Проверить до сих пор нельзя, туда не пускают. Во-вторых, финансист Нагара был хорош. Он виртуозно жонглировал валютами. Швейцарскими франками, долларами, фунтами, лирами, золотыми слитками. Через несколько десятков дочерних компаний на четырех континентах. Ну и в-третьих, дыра во фронте была выгодна всем сторонам. Политики и генералы в штабах решали судьбы мира. Простые солдаты – вопросы жизни и смерти. А как выглядела война для крупного бизнеса? Ну вот иллюстрация, чтобы было понятно. В 1942 году американцы собирались высаживаться в Северной Африке. В Ватикане об этом узнали за неделю до операции. Предположили, что курс рейхсмарки сильно просядет. Не ошиблись. И через участие в одном из швейцарских банков заработали на этом деле где-то до полумиллиарда долларов, есть на современные деньги. Приличная доля в этом банке была у нацистов. В правлении местами сидели, ну буквально, эсэсовцы, которые хорошо наварились на падении своей же валюты. Но не стоит думать, что Ватикан играл только на стороне оси. У Святого Престола были, например, прекрасные отношения с Айленом Далесом. И деловые, и личные. Далеса российские зрители знают по историям про план Далеса. А в войну он руководил швейцарским отделением ОСС, будущей ЦРУ. И в этом качестве плотно общался со святыми отцами. Ну как плотно? Люди из ОСС сидели в правлении того же самого банка. В итоге связался потрясающий клубок всех разведок мира. Все, что я люблю. Пересечение разведки и мутного бизнеса. Жаба с гадюкой не только сошлись, но и с удовольствием занимались инсайдерской торговлей во время войны. В общем, католическая церковь в войне не только не пострадала, но и очень хорошо заработала. Здесь вы ждете по законам драматургии наступления неизбежной расплаты. Ну фашисты же проиграли в войну, Муссолини вообще повесили. Но расплата не наступила. Рим не пострадал, немецкие войска оставили его без боя. Под окном папского дворца припарковали американский танк. Но после протестов понтифика танк убрали. В Америке было много католиков. Мнение папы оказывало серьезный эффект на выборы. А оккупационные власти были вежливы. И папу старались не обижать. Историю про грузовики с хорватским золотом мы уже вспоминали, но она была совершенно не единственной. Диктатор Серборес Павелич, кстати, без проблем уехал в Аргентину с поддельным ватиканским паспортом. И устроился на работу к другому диктатору, Хуану Перрону. Стал советником по национальной безопасности. И прожил долгую благополучную жизнь. В войну через Ватикан шли финансовые потоки. А теперь потянулись люди. Католическая церковь, ведь она же занималась благотворительностью. Но иногда очень своеобразной. Воскопоставленных нацистов, например, кормили и прятали. Потом снабжали паспортами и переправляли в Южную Америку. Сохранились воспоминания одного эсэсовца, бывшего начальника концлагеря. Лето 45-го года американцы наступают на пятки. И он слышал, что помочь могут в Ватикане. Но детали не знал. Кое-как добрался до Рима, чуть ли не в одних подштанниках. Голодный, идет по мосту через Тибор. Что делать, непонятно. И тут он видит своего бывшего коллегу по концлагерю. Почему-то в монашеской рясе. Тот говорит, о, приехал, молодец. Ты же католик, да? Ну, пойдем, сейчас я тебе все организую. Через час эсэсовец уже был накормлен и пристроен в гостиницу для паломников. И сидел там, ждал, когда будет готов фальшивый паспорт. Через неделю паспорт ему отдали. Через две недели бывший группенфюрер уже был в солнечной Аргентине. Эта доставка людей называлась крысиные тропы. Таким же образом сбежал, например, архитектор Холокоста Адель Фейхман. И также этой же крысиной тропой убежал печально известный доктор Йозеф Менгери. И множество других коллег. Сколько в хранилищах Ватикана осело награбленного, знает только Господь Бог. Кстати, Павелич потом говорил, что один грузовик со слитками ему пришлось отдать на итальянской границе британскому спецназу. Как взятку. Почему католическая церковь буквально укрывала людоедов? Ну, говорят, что они были католиками. И у священников типа были свои сентиментальные соображения. Но святые отцы были не того типа люди, чтобы нежность, особенно с организаторами геноцида. Более вероятно, что за крысиными тропами стояли разные разведки. Возможно, люди из ЦРУ. Американская правительство тогда готовилось к холодной войне и не хотело разбрасываться ценными кадрами. Я вам уже рассказывал, что в Америку, например, вывезли Вернера фон Брауна и других ученых, которые разрабатывали ФАУ-2. ЦРУ достаточно быстро взяла часть расходов по организации ватиканских троп на себя. А начиная с 50-х взяла все. Да и сам Ватикан, в общем, был очень полезен американцам. Папа Римский страшно боялся наступления советских войск. Он с энтузиазмом воспринял начало холодной войны. И даже за свой счет печатал и распространял текст фултонской речи Черчилля. Ну, для борьбы с коммунизмом. Понятно, что коммунизм враг церкви. И церковь, естественно, никаких коммунистов на дух не переносила. Как в Италии, так и во всем мире. В жизни тем временем были изменения. Италия после войны стала одной из самых красных стран региона. У местных коммунистов были реальные политические перспективы. И вот в противовес им американцы поставили на Ватикан. На первых же послевоенных выборах папа призвал голосовать за христианских демократов. Что не позволило коммунистам захватить большинство в парламенте. Угроза горячей войны в Европе считалась вполне реальной. На этот случай спецслужбы развернули так называемую операцию «Гладио». Что это была за операция? В случае советского вторжения в Италии должно было остаться вооруженное подполье. Собранное из неофашистов и католиков. На деньги, собранные через Ватиканский банк. Союз с ЦРУ позволил Святому Престолу расслабиться. И чувствовать себя после войны вполне комфортно. Бывшие фашисты вполне легально занимались бизнесом, занимались политикой. В политическую элиту вошли даже родственники Муссолини. Благодаря своему банку после войны Ватикан располагал огромным капиталом. Особенно на фоне остального итальянского бизнеса, который сильно потрепала оккупация. Но первое, во что вложились священники, это строительство. Предположив, что все разрушенность сейчас начнут восстанавливать. Не только в Италии, но и во всей Европе. Уже в 1949-м банк Ватикана купил долю в самой крупной строительной компании страны. А заодно долю в самой большой цементной корпорации. Но не только. Покупали телекоммуникационные компании, оборонные предприятия. Удалось очень дешево купить несколько крупных текстильных производств, которые стояли на грани банкротства. Понятно, что когда экономика начала расти, все это окупилось в десятикратном размере. 50-е и 60-е считаются временами итальянского экономического чуда. Италия лидировала по экономическому росту среди европейских стран. Ну и плоды этого роста логично собирал в том числе и Ватикан. Упомянутый текстильный конгломерат теперь производил до 70% тканей в стране. Газовая корпорация стала эксклюзивным поставщиком 36 итальянских городов, включая Рим, Венецию, Флоренцию и Турин. Италии дело не ограничивалось. У Ватикана были акции General Motors, General Electric, Shell, Procter & Gamble и еще десяток подобных корпораций. В 1960-м в Италии должна была пройти летняя Олимпиада. А церковь владела огромными площадями в Риме и вокруг него. Святому престолу принадлежал около 10 тысяч квадратных метров. Шутили, что Ватикан единственная страна, которая внутри меньше, чем снаружи. Ватикан выгодно продал итальянскому правительству землю под 15 стадионов. Еще осталось на международный аэропорт Фьюмичино. Он тоже построен на бывшей церковной земле. То есть, если вы прилетаете в Рим, во Фьюмичино, вы теперь знаете, что вы идете по когда-то церковной земле. Граница между крупным бизнесом, государством и церковью стала максимально размытой. Понятно, что такое положение нравилось не всем. Особенно влиятельным и многочисленным коммунистам. В стране была популярная и злая левая пресса. И она постоянно раскапывала какие-то грешки ватиканского бизнеса. Скандалы с участием Ватикана в разных бизнесах возникали постоянно. Про них читали простые люди, но хуже всего это читали чиновники. И у них возникал резонный вопрос. Вот, допустим, людям принадлежит 10% производства огнестрельного оружия в стране, 70% производства текстиля, половина газа. А они нам землю под 15 стадионов по рыночным ценам продали. А напомните еще раз, почему они налоги не платят? Как? Как религиозная организация, да? А какой, извините, религия? Газеты открыто называли Ватикан самым злостным неплательщиком налогов в стране. Говорили, что из-за Ватикана итальянское казнание дополучает 4 ерда долларов в год. Опять же, на современные деньги. И это без учета капитала, который уходил из страны через Ватиканский банк. Потому что, напомним, чтобы попасть в другую юрисдикцию, итальянскому бизнесмену достаточно было перейти улицу с чемоданом денег. Чем активно пользовались все крупные бизнесмены Италии. С которыми Ватикан, конечно, очень дружил. Чем богаче становилась церковь, тем больше она страдала от репутационных потерь. А для любой церкви репутация это все-таки главный актив. К концу 60-х было решено сменить курс. Реальные производства по возможности продавали. И деньги выводили в спекулятивные финансовые инструменты. Желательно не итальянские. Аристократический финансист Бернардино Нагара к тому времени уже умер. Его сменил человек нового поколения из совершенно новой формации. Американский священник Пол Марцинкус. Ну, начнем с того, что Марцинкус родился в пригороде Чикаго в 1922 году. В семье нищего мойщика окон эмигранта из Прибалтики. Время и место понятно какое. Эпоха Аль-Капоне. Собственно, дом Аль-Капоне располагался на соседней улице. Марцинкус был крепким парнем. В школе играл в регби. Увлекался боксом. Под два метра ростом. По всем прикидкам он должен был стать гангстером. Но вместо этого в 18 лет он пошел в семинарию. К удивлению друзей и семьи. И не только пошел, но сделал отличную церковную карьеру. Довольно быстро попал в Рим. В Ватиканский МИД. В Риме он поражал других священников. Вел себя как стереотипный американец из кино про бандитов. Курил толстые сигары. Пил виски на рабочем месте. Гонял по Риму на огромной американской машине. Научил кардиналов играть в бейсбол. Обожал гольф. Особенно дорогие клюшки для гольфа. Громко смеялся собственным шуткам. Хамил людям в лицо. Но так обаятельно, что они терялись. Дипломатические вопросы решал с грацией самосвала. Так, по крайней мере, выражались журналисты. Но все это было к месту. Ватикан переживал период разочарования в Европе. Больше всего пожертвований приносила Америка. Паства активно росла там же. Было решено сделать стратегический разворот. Повернуться, так сказать, лицом к новому свету. И наш герой ровно то, что было нужно. Он получил золотую должность. Стал переводчиком и телохранителем Папы. Сопровождал его во всех дальних зарубежных поездках. Переводил разговор, например, с президентом Никсоном. Причем охрану президента с этой встречи он благополучно выгнал. Когда в 70-м в Маниле на Папу напал сумасшедший с ножом, Марцинкус в одиночку обезоружил террориста. За глаза его называли ручная горилла Папы. Что ему не особенно нравилось. Он ворчал. Слушайте, итальяшки, какая я горилла? Я же белый. В общем, типаж понятен. Марцинкусу целиком посвящен фильм «Крестный отец 3». И ничего там приукрашивать не пришлось. Скорее наоборот. В преданности этого человека Ватикану никто не сомневался. Больше всего в жизни он хотел стать кардиналом. Но Папа сделал его директором Банка Ватикана. В этот момент ноги поморщились. Финансового образования-то у Марцинкуса не было. Но расчет был, видимо, такой. Епископ-ковбой обеспечит контроль и лояльность. А финансами займутся профи, его друзья. Друзья, однако, у Марцинкуса были интересны. Ну, во-первых, человек по имени Микеле Синдона. Богатый сицилийский финансист. С упором на слово «сицилийский». У человека были прекрасные связи. Он всем нравился, всех знал, со всеми дружил. Когда миланскому кардиналу понадобилось 2 миллиона долларов на приют, Синдона собрал их за сутки. Говорили, что он как-то связан с сицилийской мафией. Но мало ли что говорят. Человек-то хороший. А миланский кардинал, к тому же, вскоре стал папой. Павлом Шестым. Вторым другом Марцинкуса был Роберто Кальви. Младший товарищ и протеже Синдоны. Кальви был толковым банкиром. Но отличался двумя чертами. Первое. Он был с законченным параноиком. Передвигался на бронированном Мерседесе. А в офисе и дом у него были установлены бронированные двери. И в каждой комнате потревожные кнопки. Вторая черта Кальви. Он был невероятно властолюбив. Знавшие его люди говорили, что единственная женщина в его жизни – это власть. Конечно, очень итальянская формулировка. В начале 70-х Кальви открыл для себя феномен офшорного банкинга. И первым предложил эту инновацию Ватикану. Бога мы только входили в моду. По мере того, как в Европе ужесточался финансовый надзор, деньгам надо было куда-то убегать. Вероятно, именно с подачи Кальви банк Ватикана начал предлагать своим клиентам вывод денег под ключ. Кальви развил, надо сказать, бешеную деятельность. В конце концов, у него закончились сотрудники, которых можно было назначать ЗИС-председателями, то есть подставными директорами. В подвале офиса нашли последнего – телефониста, и оформили его. Третьим другом ковбоя Марцинкуса был человек по имени Лича Джелли. Он был профессиональным решалой. Знакомил нужных людей друг с другом и за это получал хороший процент. По совместительству он занимал должность магистра масонской ложи, в которой состояли такие интересные люди, как, например, руководитель итальянской разведки, генпрокурор и председатель Верховного суда, ну или Сильвию Берлускони, будущий премьер-министр, а тогда молодой владелец нескольких телеканалов. Ложа, как говорят, существовала под патронажем ЦРУ. Предполагалось, что в случае победы коммунистов на выборах она организует правый переворот, и введет в стране неофашистскую диктатуру такого латиноамериканского типа. Это тоже ни разу не теория заговора, а вполне прозаические выводы, которые сделала итальянская прокуратура. Забегая вперед, у Пола Марцинкуса и Ватикана наверняка были и другие друзья, которые проворачивали другие схемы. Но эти трое интересны нам тем, что их поймали, что дает нам возможность наглядно увидеть, как все работало. Ну, например, Марцинкус попал впервые в поле зрения полиции в 1973 году. В Нью-Йорке ловили итальянского гангстера, человек, который выступал посредником в делах с колумбийским наркокартелем. Поставили прослушку, про картель ничего не узнали, зато выяснили, что у гангстера есть большая партия поддельных акций, и что эту партию он собирается продать в Европе через известного австрийского мошенника. Кто был покупателем? По данным прослушки, Ватикан. Причем в Ватикане были готовы взять фальшивых бумаг почти на миллиард долларов. Фальшивые акции в Ватикане хотели использовать для обеспечения другой сделки. То есть, если все прошло, как было задумано, об этой операции никто бы не узнал. А если сделка срывалась, то можно было бы сделать удивленное лицо и сказать, а мы сами не знали, что это фальшивка. Господи, какое несчастье, нас обманули как детей. Переговоры проходили где-то под Турином, в средневековом монастыре. Свидетели описали покупателя как очень высокого человека в рясе, который приехал на дорогой БМВ. К чести сотрудников ФБР они даже попытались съездить в Рим, чтобы допросить подозреваемых. Сохранились воспоминания одного из них. Американцев привели в огромную ренессансную залу. Посадили в углу на узкий неудобный диванчик. Выслушали, сочувственно покивали головами. Да, говорят, фальшивые акции на миллиард долларов, это очень, очень плохо. Просто возмутительно. Нет, помочь ничем не можем. Мы же люди наивные, богословы. Финансовых вопросов-то мы дураки полные. До свидания. Но есть что-то вспомним, мы вам обязательно перезвоним. На прощание старший сотрудник ФБР робко попросил четки, освященные, освященные папой для дочки. Четки, конечно, дали. На этом расследование закончилось. Итальянская полиция никакого содействия не оказала. Американцам только визы делали три месяца. Ну, может быть, нужным людям намекнули в ложе, что оказывать содействие не надо. А может, и не потребовалось намекать. Марцинкуса подвели его друзья. В 1974-м сицилийский финансист Синдона получил от итальянской прессы прозвище «Спаситель Лиры» и премию «Человек года». В том же году он решил, что дела идут хорошо и пора зайти на американский рынок. Купил средних размеров респектабельный банк. Неделю спустя попытался вывести из него весь капитал. И тут попал в поле зрения финансового регулятора и налоговой службы Соединенных Штатов Америки. Что по американским меркам было гораздо, гораздо страшнее, чем ЦРУ и ФБР. Деньги арестовали, банк признали банкротом. И тут по цепочке посыпалась вся офшорная цепь Синдоны и его младшего друга Кальви. Оказалось, что у них была всего одна бизнес-схема. И люди, которые сейчас занимаются финансами, они посмотрят этот выпуск и скажут, что так можно было. Покупалась фирма, искусно накачивалась деньгами, чтобы задрать стоимость акций. Потом акции выгодно продавали, а фирму банкротили. Вливали деньги в следующую. Позже случайно выяснился еще один момент. В схемах Синдоны крутились деньги сицилийской мафии, которая отмывала прибыли от наркоторговли. И деньги банка Ватикана, любезно предоставленные Полом Марцинкусом. В обоих случаях речь шла о сотнях миллионов долларов. И Кальви и Синдона были людьми неглупыми. Они прекрасно понимали, что их будут убивать. Не одни, так другие. Оба отреагировали в соответствии со своим темпераментом. Синдона то придуривался, то храбрился. Давал интервью в стиле Трампа. Одно время даже прятался на Тайване. Делал и совсем дикие вещи. Например, инсценировал собственное похищение левыми террористами. Но неудачно. Предпринимались и другие шаги. Например, однажды к ликвидатору банков Синдона подошли на улицы. Три незнакомых ему человека в хороших костюмах. Очень вежливые. Тоже в своем роде ликвидаторы. Уточнили фамилию. И со словами «приносим извинения за неудобства» восемь раз выстрелили ему в голову. Но даже это не помогло. Расследование шло долго. И когда закончилось, Синдона сел. Сначала в Америке по 65, извините, эпизодам финансового мошенничества. Потом его выдали итальянцам. В Италию он сел уже пожизненно за организацию убийства. Однажды охранники услышали крик из его камеры. «Помогите, меня отравили!» Это были его последние слова. В его утреннем эспрессо нашли почти грамм цианида. Смерть была официально признана самоубийством. Ну, а что такого? Захотел с утра человек выпить, например, эспрессо с цианистым калием? Что такое-то? В Италии в те годы и не такое бывало. С Роберто Кальви получилось еще интереснее. Волна банкротств и расследований докатилась до него лет на пять позже. Но когда докатилась, скандал прогремел еще громче. В 1981 году он лишился прикрытия и всех связей в правительстве. Масонскую ложу П-2 разгромили. Магистра Лича Джелли арестовали. В выпуске про масонов я об этом подробно рассказывал. Решала был человек аккуратный. Тщательно вел документацию. Эту документацию у него в сейфе и нашли. В списке членов ложи 953 позиции. Заявления на прием, проекты теневого правительства и членские билеты. По сети ходит сканд членского билета масона Берлускони. Так вот, он настоящий. Ложе, видимо, пало жертвой изменившейся конъюнктуры. Советское вторжение было маловероятным. Победа коммунистов тоже. И проект с теневым правительством пришлось прикрутить. Год спустя основной банк Кальви обанкротился. Оставив после себя долгов по тем деньгам на полтора миллиарда долларов. Банк был одним из самых крупных и респектабельных банков страны. Деньги из него, как потом выяснилось, ушли, как вы думаете, куда? В Банк Ватикана. В отличие от Синдоны, Кальви не стал идиотничать. Он ходил мрачный, жаловался семье, что просто выполнял распоряжение Марцинкуса. Пытался пробиться к папе напрямую, написал ему истерическое письмо, в котором сообщал, что если все вскроется, церковь ждет немыслимая катастрофа. Ну, то ли он рассчитывал на помощь, то ли угрожал, непонятно. Вообще непонятно, видел ли папа это письмо. Кальви уехал в Венецию по поддельному паспорту. Оттуда вылетел на частном джете в Цюрих, из Цюриха в Лондон. В Лондоне его нашли. Кальви висел на нейлоновой веревке под мостом Blackfair. У него в карманах нашли пачки денег в трех разных валютах. И кирпичи с ближайшей стройки для веса. В поездке этой Кальви не расставался с кожным портфелем, набитым финансовыми документами. Портфель так и не нашли. А висел Кальви в таком месте, куда он никак не мог забраться без посторонней помощи. Но британская полиция почему-то посчитала его смерть самоубийством. Мост Blackfair в переводе на русский «Мост черных братьев». Черными братьями называли друг друга членами масонской ложи. Видимо, у кого-то было очень специфическое чувство юмора. Ну, понятно, что в самоубийство никто не поверил. И следующие 20 лет семья Кальви судилась за страховку. А один из его близких друзей заметил, что повеситься можно было и дома. В Лондон для этого летать было необязательно. Кстати, в день смерти Кальви из окна выпала доверенная секретарша банкира. Тоже случайное совпадение. С гибелью Кальви связывают еще один загадочный эпизод. Через год после его смерти в Ватикане пропала 15-летняя девочка. Девочку звали Эммануэла Орланди. Она была дочерью одного из ватиканских секретарей. В день пропажи девочка возвращалась из музыкальной школы, но так и не вернулась. Что с ней сталось, непонятно до сих пор. Пропажа девочки сразу попала в новости. Шокировала всю Италию. Семье сразу стали названивать неизвестные. Некий аноним с американским акцентом издевался и подбрасывал улики. Например, по его наводке нашли школьный пропуск девочки в урне на одной из римских площадей. Американец оставил родителям запись голоса Эммануэлы. Но этот след никуда не привел. В 2005 году в эфир итальянского аналога передачи «Жди меня» позвонил другой неизвестный человек. Он намекнул, что останки девочки надо искать в базилике святого Аполлинария, в могиле гангстера по кличке Ренатина. Это был такой главарь самой жестокой римской банды 70-х и 80-х. Здесь у всех возник понятный вопрос. В базилике святого Аполлинария традиционно хоронят только кардиналов и других священников высокого ранга. И для начала нужно ответить на то, а почему, собственно, там лежит такой известный отморозок. По официальной церковной версии Ренатина много помогал бедным. По неофициальным работал на поло Марцинкуса и Банк Ватикана. Вскоре объявилась вдова гангстера. Женщина заявила, что Эммануэлу похитил именно Ренатина, чтобы надавить на отца девочки. Тот якобы собирался пойти в полицию с финансовой отчетностью Ватиканского банка. Но вдова что-то быстро начала путаться в показаниях, а затем и вовсе пропала с радаров. Самое смешное, что могилу мафиози вскрыли и действительно нашли там неопознанные кости. Но не Эммануэлы. А чьи? Это не установлено до сих пор. Ну и вот, собственно, дело становилось все более и более запутанным. В последний раз следствие возобновили летом прошлого года. Что во время всех этих скандалов делал Пол Марцинкус? Спросите вы меня. Вот этот священник-ковбой. Абсолютно ничего. Когда его прижали и выписали ордер на арест, Марцинкус просто перестал выходить из Ватикана. Итальянская полиция очень хотела задержать его и его подопечных, но не могла. Формально преступники находились на территории другой страны, у которой с Италией нет договора об их традиции. Марцинкус сохранил все свои должности. Единственное, что его тяготило в Ватикане, мало места для гольфа. Нормально не поиграешь. После каждого нового витка скандала начинались разговоры. Мол, ну теперь-то Марцинкуса точно уберут. Но он оказался абсолютно непотопляем. До 1978 года. Тогда умер его покровитель, папа Павел VI. Новым понтификом стал Иоанн Павел I. Человек со стороны. Казалось, вот оно все. Конец. Но нет. Через пару недель после избрания новый папа встречается с православным епископом Никодимом. Наливает ему кофе из поданного слугами кофейника. Собирается налить и себе. Но не успевает. Едва отпив из чашки, Никодим падает замертво. По официальной версии с обширным сердечным приступом. А меньше чем через месяц умирает и сам новый папа. Не было ему и 70. Он отличал, кстати, крепким здоровьем. Сердцем не страдал. Но вот совпадение. Тоже обширный сердечный приступ. Без свидетелей. На смену Иоанну Павлу I пришел Иоанн Павел II. По национальности поляк. С латышом Марцинкусом они иногда говорили по-польски. Марцинкус ему очень пригодился. Во-первых, как телохранитель. Он спас Иоанна Павла II от психа с ножом, как уже бывало. Пригодились и его финансовые компетенции. Католическая церковь активно финансировала движение «Солидарность», которая поддерживала диссидентов в советской Польше. Контрабанду золота в Польше как раз организовывал Марцинкус. В конце концов, он вообще пережил всех своих врагов. Получил от прессы прозвища «Банкир Бога», который, в отличие от «Гориллы», никогда не оспаривал. В 1990-м он ушел на покой и уехал в Америку. И прожил еще 16 лет, ни в чем не нуждаясь, регулярно играя в гольф. И изменила ли что-нибудь его отставка? Ну, как сказать. Каждый папа, каждый новый папа торжественно обещает навести порядок в Банке Ватикана. Хотя я думаю, что там полный порядок, конечно. С деньгами, во всяком случае. Со временем в государстве даже появился закон, который криминализирует отмывание денег. И появились соответствующие надзорные органы. Тем не менее, то и дело случаются разные загадочные эпизоды. Например, в 2010-х святые отцы обнаружили у себя в банке счет известного торгов с оружием и наркотиками по кличке «Диаболик», который к тому времени 20 лет как был в международном розыске. Или, например, тогда же выяснилось, что 10% кардинальских счетов – это мертвые души. Кардиналы умирали, а счета забывали закрыть. Иногда десятилетиями. Ну, бывает. В 2013-м папой стал Франциск I. Вскоре после этого швейцарская полиция задержала кардинала Скарана. Взяли его на аэродроме прямо у бизнес-джета, где кардинал стоял с вооруженной охраной и сумками, в которой лежала какая-то сдача. 20 миллионов евро наличными. Скарана утверждал, что это деньги пожертвования от его друга, очень богатого и очень скромного. Пожертвовал на детский приют. В Риме Скарана был известен своим пентхаусом, обширной коллекцией искусства и прозвищем «Монсеньор Пятихатка». Так его прозвали, потому что он везде носил с собой пачку купюр по 500 евро. Прокуратура просила для Скарана 20 лет. В 2016-м году его оправдали по всем пунктам обвинения. В принципе, святых отцов можно понять. Католическая церковь – большая организация. Она содержит тысячи бесплатных приютов, школ, больниц по всему миру. Пол Марцинкус однажды раздраженно бросил журналистам. На одних молитвах далеко не уедешь. И был, как ни странно, прав. Плюс-минус миллиарду человек католическая церковь дает самое дорогое – надежду. И тоже бесплатно. Как признают сами католики, человек грешен. Никто и никогда не утверждал, что папы знали о поступках отдельных подчиненных. Вполне могли и не знать, почему нет. По крайней мере, не знать подробностей. На гербе Святого Престола изображены два скрещенных ключа. Для большинства это символ Святого Петра. Ключи от врат рая. Где расположен рай? Для миллиардов верующих католиков – на небесах. Но клиентам Ватиканского банка эти два ключа отворяют вполне конкретные двери. Двери кабинетов, хранилищ и банковских ячеек. Друзья, спасибо, что смотрите уроки истории. Я напоминаю, что надо подписываться на канал. У нас очень много новой аудитории, которая смотрит нас, не подписавшись. А ведь выпусков-то у нас стало намного больше. Субтитры создавал DimaTorzok